В общем, недавно опять получил большую такую лужу конденсата у себя в бане. Прям залило и понял, что у меня большие проблемы с тягой. В общем, такого раньше я еще не видел. И вот посмотрите, что я обнаружил, когда разобрал вот эту вот часть. Просто как здесь. Наверное, не очень удивительно, что конденсат в таких условиях возникает. Как прочистить четырехтрубную конструкцию экономайзера? Единственное, не забудьте установить клапан конвекции, как я. Вот так я решил свою очередную проблему. Друзья, всем привет. С вами канал Ферингер ТОП. Меня зовут Дмитрий Лукин. И сегодня расскажу о своей недавней проблеме с конденсатом и засаженным дымоходом. В общем, недавно опять получил большую такую лужу конденсата у себя в бане. У меня уже была такая проблема. Я ее решил, о чем рассказывал в отдельном видео. Вот оставлю его здесь в подсказках. Можете посмотреть. И целый год я конденсата не видел. И тут опять прям залило. Я уж подумал, ну, наверное, это из-за того, что я недавно установил дымоход экономайзер. И сам по себе дымоход экономайзер, он сильно остужает дымовые газы. А после него еще кирпичный щиток на 700 килограмм. А далее труба неутепленная на 7 метров. И думаю, ну, в принципе, наверное, не очень удивительно, что конденсат в таких условиях возникает. Но потом я вновь затопил печь и понял, что у меня большие проблемы с тягой. Тяга, конечно, была, но очень-очень слабая. Много дыма шло прямо в комнату отдыха. И я никак не мог раскочегарить печь. Так, чтобы она наконец-таки начала активно гореть. И здесь я подумал, что я опять в очередной раз столкнулся с проблемой засаженности дымохода. У меня уже было такое немного раньше, еще до того, как стояла эта печь, я топил сырыми дровами, сырым горбылем даже. И сильно забил сажей дымоход в зимнее время. Я потом его с трудом прочистил. Это был кирпичный дымоход. Там было очень много конденсата. Там много было вот этой вот сажи от хвойных дров, от горбыля. Поэтому я очень сильно забил дымоход сажей. И вот я подумал, что я в последнее время опять топил сырыми дровами. Конечно, не горбылем, но топил тем, что было в дровянике с самого низу. Это не самые сухие дрова. Это хвойные дрова. Это всяческие коряги, которые оставались коревые, очень смоленистые. И я подумал, что именно вот этим я опять забил кирпичный дымоход. Решил дымоход немножко прожечь. То есть я там развел небольшой очаг огня прямо внутри дымохода. И понял, что в нем-то тяга есть. Поначалу на улице, конечно, шел очень такой черный дым. Было понятно, что в самом дымоходе сажи довольно-таки много. Но с тягой там проблем точно нет. Она прямо аж гудела. Поэтому я пошел в сторону от кирпичного дымохода, у щитка, уже к печи в поисках проблемы. И вот посмотрите, что я обнаружил, когда разобрал вот эту вот часть. И посмотрите, что тут. Просто как здесь. Почему она не твердая? Она на леду очень дофига. Чтобы нечестно прочищать все. Вот что в тройнике. Курица. 6. В общем, такого раньше я еще не видел. Мне очень часто приходится разбирать всю эту конструкцию. И здесь никогда не было проблем с сажей. Здесь обычно очень высокие температуры. И все здесь выгорает. И причиной вот этой проблемы явились сырые хвойные дрова, которыми я отапливал баню в последнее время. И там периодически я еще и приглушал горение, чтобы горело подольше. Вот поэтому, наверное, температура была недостаточная. Было много влаги. И сажа оседала на стенках дымохода. И тут вопрос. Как прочистить четырехтрубную конструкцию экономайзера? На самом деле все очень просто. Сначала снимаем облицовку из ламелей. Затем снимаем сам экономайзер. Несем его на улицу. Там, где его можно прочистить. И стучим по трубам так, чтобы сажа вся свалилась вниз. Она не жесткая, она достаточно мягкая. И при ударах по стенкам дымохода она сваливается вниз. Стучать нужно какой-нибудь деревяшкой, как я, к примеру, делал. Для того, чтобы не повредить сам дымоход. Ну, а далее собираем все обратно. То есть устанавливаем экономайзер на место. Соединяем его с дальнейшим дымоходом. Навешиваем облицовку из ламелей. И, в общем-то, все. Несем, не забудьте установить клапан конвекции, как я. Я поначалу все собрал, а потом вспомнил, что у меня клапан конвекции не установлен. И пришлось снимать это все и устанавливать клапан. Вся эта разборка, сборка и прочистка заняло где-то, наверное, полчаса. И это при том, что я еще и видео снимал. Это совсем не сложно. Это можно сделать быстро. Поэтому для тех, кто опасается, что 4-х трубная конструкция экономайзера со спроливидными завихрителями внутри не даст чистить дымоход, то ничего здесь на самом деле сложного и страшного нет. Он нормально чистится, довольно-таки быстро. Ну и после этого я провел такую активную достаточно топку, чтобы выжечь все остатки сажи, которые еще остались в дымоходе. Тяга была, конечно же, зверская. То есть дымоход чистый, тянуло очень ядрено. Здесь все сразу разогрелось. Дымоход разогрелся, чтобы было не докоснуться. Кирпичный щиток сразу начал прогреваться. То есть все пришло в норму. Вот так я решил свою очередную проблему. Не используйте сырые дрова, не доводите печь до режима тления и ставьте палец вверх, если видео было вам полезно. А пока всего доброго. До новых встреч.